Принято решение о том, чтобы начать подготовку для процесса перевода полка особого назначения МВД Украины, АЗОВ, в состав Национальной гвардии Украины. Полк АЗОВ, наиболее зарекомендовавшееся подразделение спецбатальонов-добровольцев, сначала спецбатальон, потом полк, которая проявилась в реальных боях под Мариуполем, непосредственно под Донецком, наиболее подготовленные люди, и мы приняли решение. В соответствии с доктриной развития наших оборонных сил, наилучшее военное развитие этот полк будет получать в составе Национальной гвардии. Поэтому сегодня запущен процесс подготовки к переходу этого подразделения в состав сил Национальной гвардии. Это и специальное обучение, и комплектование, и формирование резервов из штатов, и начало инструктажа, и осваивание новой техники. Сегодня для АЗОВ передается такая техника, в том числе и в Киеве, и в Мариуполе. Часть техники будет передана в Харькове и в Днепропетровске. Мы сегодня работаем над этим с руководством и Национальной гвардии, с командующим и командиром полка Андреем Белецким. Сегодня полк находится в стадии формирования. На этом неделе уже появился артиллерийский дивизион. Он уже начался в учебной стрельбы. Сейчас мы имеем новую технику. Это только начаток, отверто говоря. Все мы, добровольцы, очень долго ждали этой техники. И надеюсь, что все-таки что-то взрушилось, и мы ждали. Если бы мне 30 таких машин, 3 танки, Ирсен Борисович, я бы на АЗОВ звольняв без армии. Без вопросов. Еще будет время? Только передайте, и все будет хорошо. Сподеваюсь, что полк продолжит свой боевой шлях и продолжит его с честью. Дякую. Степан Сергеевич. Дорогие друзья, вы знаете, что принято решение президента Украины и кабинета министров о том, чтобы систематизировать подготовку, применение допроводческих батальонов. Особенно это касается в области, вы знаете, много говорили о том, что плохо вооружены, плохо подготовлены, оттуда много жертв и так далее. Для того, чтобы в системе МВД такой ситуации не допускать, и принято такое решение о том, чтобы полк АЗОВ был передан в состав Национальной гвардии. Период подготовки для передачи, он необходим. И главной задачей мы ставим перед собой в этот период, это подготовка нового штата, докомплинование этого полка серьезными специалистами, которые будут способны и обучать, и организовывать управление в ходе боевых действий. Сейчас на этом этапе, кроме того, что идет обучение всех специалистов узкопрофильных, мы передаем образцы техники в состав полка, для того, чтобы переход из добровольческого полка специального назначения Министерства внутренних дел в, в принципе, структуризированное воинское формирование прошел безболезненно, плавно. И, учитывая, что Национальная гвардия выполняет намного шире задач, чем это было предназначено для полка, необходим этот период. Сейчас эти мероприятия спланированы, и я убежден, что в ближайшее время они будут выполнены. Я, командующий, буду рад тому событию, что в состав Национальной гвардии войдет такой полк, боевой, проверенный, потому что, знаете, техника на поле боя решает далеко не все. Моральный дух гораздо выше, чем техника и вооружение, хотя без вооружения техники, естественно, обойтись очень сложно. Я буду рад этому дню, когда полк перейдет в состав Национальной гвардии, уверен, что он будет более мобильным после перехода в состав Национальной гвардии, управляем, структуризирован и подготовленным. И совместно задачи, которые стоят на Национальную гвардию, на милицию, мы будем выполнять. Враг будет разбит, а победа будет за нами. Так точно. В составе специальных сил МВД 34 батальона особого назначения, состоящие из добровольцев. Из них ряд батальонов показали себя как чисто боевые штурмовые подразделения, способные выполнять полный спектр боевых задач. Для того, чтобы не тормозить их развитие, потому что, в принципе, полицейские силы и силы МВД – это все-таки не военные структуры. Мы приняли решение в состав Национальной гвардии передать эти силы, для того, чтобы они там могли полноценно развиваться. С тем, что получили боевую технику, артиллерию и прочие средства. Тем более, вы хорошо знаете, что Национальная гвардия у нас комплектуется и развивается передовыми темпами, самыми лучшими видами вооружения и обеспечения. Поэтому такое решение принято. Это развитие для полка АЗОВ. Еще раз. У нас все батальоны комплектуются так или иначе в соответствии со своими задачами. Но боевое подразделение полка АЗОВ будет комплектоваться по самому высокому классу. Сколько таких автомобилей и какого отристили? Значит, таких автомобилей получено уже 20. Значит, уже пришло еще 20. Они находятся сейчас на обслуживании и на потопке к применению боевом. Они более серьезные, более подготовленные. Там более серьезное вооружение стоит. Цена этой машины стоит 215, если в долларах, тысяч долларов. Выползает это совместное предприятие, покупаемое у нашего производителя, концерна «Краса». Полк имеет штатную численность порядка 800 человек. Как мы и говорили с Андреем Венчим, сейчас полк укомплектовывается, доукомплектовывается. У них достаточно хорошая школа молодого бойца. Я думаю, что это будет хорошее подразделение. А в целом, как финансирование на первое вооружение на Национальной гвардии? Сколько денег есть, сколько не хватает или хватает, а куда берете и берете? Вы знаете, Кабинетом Министра принято решение, и мы получили, кроме Державного оборонного замолвания, деньги, которые мы получили, и получили еще два транша большой суммы. 2 миллиарда 200 миллионов и 1 миллиард 700 миллионов. Начиная с дня создания Национальной гвардии. Все эти деньги направлены на приобретение новейших образцов техники. Чтобы вы понимали, за этот период времени Национальная гвардия заключила контракт на более 1050, это на сегодняшний день, единиц военной техники. И больше 200 бронированной техники на сегодняшний день. Получено уже около 500 единиц автомобильной техники военной и 130 единиц бронированной техники. Значит, я сказал бы так, в начале АТО, Национальная гвардия, на вооружение Национальной гвардии, практически на начало АТО не было ни одного БТРа исправного. Сейчас мы задачи выполняем на БТР-4, на БТР-3, на Кугуарах, Спартанах, на бронированных КРАЗах. А сейчас в Харькове проходит тренировку подразделения, в том числе учатся и ребята из батальона АЗОВ, танковое подразделение. Танковое подразделение. Технику, которую мы получаем, в том числе и со складов НЗ, вооруженных сил, мы заключаем контракты с нашими заводами, киевским, харьковским, николаевским, и они сразу с долгосрочного хранения убывают на заводы для полного обслуживания, и после этого убывают сразу строй для выполнения задач.